Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! В эфире снова студенческое радио Зау-ФМ. Света, в начале этого эфира я решил задать тебе загадку. Как это возможно? У одного дитя три мамы и четыре папы. Даник, ты меня нереально загрузил, мне это в голове не укладывается. Поломай голову. А на самом деле это возможно. И это возможно только на одном месте этой планеты. Исключительно в нашем Заокском. В Заокской духовной академии у тебя может быть куча мам и пап. Вот тебе, пожалуйста, наставники, отличные отцы. Повара, заботливейшие повара на всем свете. Все это, самые прекрасные и заботливые матери. А самое главное, сотни и сотни братьев и сестер. Как ты в точку попала. Но вот сегодня мы как раз поговорим о большой и дружной Заокской семье. А самое главное, наша гостья представит эту семью изнутри с самыми интересными подробностями. Заходите на сайт нашего университета www.zau.ru Много-много километров земного пути Через пури, через ветры предстоит пройти Нам светят с неба звезды, а мы роняем стразы. Устаем мечтать, устаем идти. Но надо быть верным, честным, сильным, не бояться обид. И не жалеть своих усилий, чтобы в грех победить. Иди смелее вперед, Господь тебя зовет Поднять глаза на небеса. Время нас не ждет в дороге, в дороге крещать. Как забыть свои тревоги и сильнее встать. И снова светят звезды, а мы роняем слезы. Устаем идти, устаем мечтать. Но надо быть верным, честным, сильным, не бояться обид. И не жалеть своих усилий, чтобы в грех победить. Иди смелее вперед, Господь тебя зовет. Поднять глаза на небеса. Поднять глаза на небеса. Дорогие друзья, с вами снова студенческая радио ЗАОФМ. И сегодня, как обычно, необычная тема. Сегодня на радио ЗАОКской Духовной Академии мы будем говорить, не поверите, о ЗАОКском. Сегодня поговорим о большой и дружной ЗАОКской семье. Мы когда-нибудь говорили об этой теме вообще? Представляешь себе, я не припоминаю. Мы находимся в ЗАОКске, и это первый выпуск о ЗАОКском. Ну, мы, конечно, касались, да. Но вот чтобы поговорить именно о быте и именно о взаимоотношениях внутри студенческой семьи, вот впервые, по-моему. Вот, ты будешь первооткрывателем. Да, и мы пригласили, естественно, студентку ЗАОКской Духовной Академии. Такая честь для меня. Вот, в гостях у нас сегодня Екатерина Лебешева. Привет, Катя. Привет. Ну, Катя, мы начинаем всегда о рассказе о себе, вот так скажем. У тебя есть уникальная возможность ввести в курс наших радиослушателей, и, собственно, кто сегодня в гостях. Вот они не могут увидеть тебя, но могут построить некоторый портрет. А мы можем описать. Вот сидит девушка, длинные волосы, бантик, постоянно улыбается. Да, постоянно лицо просто светится. А теперь психологические портреты, собственно, кто ты, откуда. Откуда приехал, и почему именно в ЗАОКске поступил. И на каком факультете учишься, шквал вопросов. Мамочки. Так, ну, постараюсь ответить по порядку. Значит, я приехала из Краснодарского края, город Обширонск. Мы с тобой земляки-то. Оказывается. Вот. Поступила в ЗАОКский. Ну, не знаю, очень много слышала о нём. И почему-то вот хотелось мне попробовать пожить здесь, посмотреть, как здесь вообще всё это. Правда ли эта сказка существует. Вот. Учусь я здесь уже второй год. Ну, как ни странно, я на первом курсе. Как я тебя понимаю. О, да, никогда. Меня не оставили на второй курс. Это просто на второй год. А куда ты поступила первый раз? Первый, это был интенсивный. Кстати, училась с твоей сестрой. О. Вот. А второй, это музыкальный. Ну, музыкальный, это как бы вообще моя жизнь, моя душа, это музыка. Вот поэтому решила всё-таки. Ты... О, это очень такой вопрос. Очень вопрос. Очень вопрос. Очень важный, интересный. Очень важный, да. Идущий, щипательный. Сколько же у вас? У нас живёт трое, но такое ощущение иногда, как будто там человек десять. О, такое часто бывает, у девушек особенно. Да, комнатки, ну, уютненькие, но немножко маловатенькие. Ну, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Да не в обиде. Я соглашусь. Бывали ли у вас когда-нибудь конфликты? Вот давай вот представим картину. Вот именно страшные конфликты. Ну, представь себе картину, заехали, вы не были знакомы, вот просто заселили три незнакомых человека. Ну, первый год, да, а второй год я уже жила с девочками, которые я знала. Вот первый год, как вы ужились? О, первый год. Как вы находили подход? Первый год было сложновато, потому что я приехала, там было две подружки. И как бы я уже вот должна была как-то подстраиваться именно под них. Но потом, в принципе, всё нормализовалось, мы общались очень хорошо. Но всё-таки больше времени я проводила вне комнаты. А сейчас, как бы, живя с подружками, мне как-то, ну, комфортнее быть в комнате. Получается, в заокском всё-таки постепенно тот, кто живёт в комнате, старается друзей с себя притянуть. То есть можно как-то меняться, можно как-то подстраиваться. Ну, просто удобнее, понимаешь, ты пришёл в комнату, и ты чувствуешь такую домашнюю атмосферу. А те, кто живут с тобой, они твои однокурсницы? Нет, все с разных курсов абсолютно. Это здорово. Ну, ты всё-таки говорила, сказала нам только что, что на первом курсе у тебя были какие-то конфликты с ними. Ну, всегда было что-то. Ну, и сейчас было. А вот на почве чего они развиваются? Ну, знаешь, бытовая тема. Бытовая тема — это всегда почва конфликтов. Допустим, кто-то привык ложиться раньше, кто-то привык ложиться позже, кто-то привык, там, готовить так, готовить так. Ну, понимаешь, вот именно в этой сфере есть проблемы. И какой у тебя подход к таким вопросам? Ты скорее уступаешь или скорее стараешься навязать свою точку зрения? Или так и так? Я скажу, как надо делать. Ну, нужно, конечно, искать компромиссы. Но, как говорится, в чью сторону это будет, это, конечно, вопрос. Хорошо. А вот у нас в комнате такой интересный феномен. Я правильно сказал феномен? Правильно, да. Отлично. Что радиус самое-самое грамотное. Первые полгода мы убирали по графику. Вот каждую неделю человек следит там и за водой, и за мусором, и за тем, и за всем. А потихоньку мы настолько сблизились и настолько начали чувствовать друг друга, что сейчас мы отошли от этой схемы. Мы как-то договариваемся, как-то чувствуем друг друга, и конфликтов по этому поводу вообще нет. Вот наблюдалось ли что-то в твоей жизни такое, что ваши отношения внутри комнаты и ваш быт совершенствовался? Ну, знаешь, всё-таки совершенствовался благодаря графику. Всё-таки у вас график до сих пор, да? График есть, но это вот сейчас. И на квартал? Нет, у нас по два дня. Первые два дня. Воскресенье, понедельник одна, вторник, среда другая, четверг, пятница как бы я. То есть полностью уборка в комнате? Полностью уборка, да, всё-всё-всё. Знаете, понимаете, когда... Знаете, понимаете. Когда ты делишь обязанности, всё равно проще. Ты можешь убраться сегодня или завтра, и никто тебе ничего не будет говорить. А когда всё-таки нет графика, как бы ты ни дружил, это сложно. Надо всё-таки разделять обязанности. А у нас, знаете, в комнате мы просто разделяем комнату по часам, и каждый отвечает за свою часть. Мы по обязанностям. Кажется, отвечает там кто-то за воду, кто-то за ковёр. Пробовали, как вы, но всё-таки не получили. И большие красные линии на полу, и границей. Требуете визу, чтобы пересечь. Ну, все мы вообще живём в Зоокске разные. Ты говорила, что у вас там три... В комнате три девочки, и все вы учитесь на разных факультетах. Вот как вот людям с разными интересами уживаться друг с другом? Ты знаешь, искать точки соприкосновения. Каким образом? Ну, вот, допустим, с Катюшей Марковой у нас есть музыка, которая нас ближает. И мы, когда вот варимся вот в этой сфере, даже находясь дома, да, вот мы как-то ближе. Ну, вот вторая девочка, она ещё другой национальности. Как бы тут ещё сложности, потому что она плохо разговаривает по-русски. Но и то, этот год она вообще стала разговаривать. Наконец-таки мы дождались этого. Вот, и как бы... А у вас есть какие-то общие увлечения, которые вы занимаете внутри комнаты? Я не знаю, там, вяжете по вечерам, по окошкам. Ты знаешь, ну да. Ну, наверное, смотрим фильмы. О, интересно, дети 21-го века. Да, да. Всё хорошо. Друзья, жизнь в Заокском бурлит, кипит, она необычайна, и просто невозможно передать словами. Какой фонтан эмоций и прекрасных мгновений вы получите, если приедете в Заокский. Согласна. Всё это, и много другого интересного, и щепетильного, и влажного мы также выпытым узнаем у наших гостей после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, с нами интересно. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных и для святых. Если вокруг всё рухнет и сгорит земля, есть пару истин простых. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных истин простых. Солнце светит для тебя и для грешных истин простых. Иисус на троне, аминь. Его любовь не перестанет никогда, Его милость да прибудет навсегда. Он ярче солнца, он больше неба и морей. И если я останусь с ним, то будет всё окей. И если я останусь с ним, то будет всё. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных истин простых. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных истин простых. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных истин простых. Солнце светит для тебя и для меня, для грешных истин простых. Иисус на троне, аминь. Иисус на троне, аминь. Иисус на троне, аминь. Иисус на троне, аминь. Да, и сегодня потому что, всё потому что, мы говорим о жизни в большой дружной студенческой семье. О том, каково же жить здесь в Заокском, собственно, рядом с необычными людьми, как распределять время, быт и всё в этом роде. И в первой части нашей увлекательнейшей беседы мы выяснили, что если собрались вы в комнате все такие разные, как же ужиться? Как же ужиться? Наша гостья дала простой совет, ищите общие точки соприкосновения. Это поможет. Ну, как бы вы дружно не жили, всё равно, мне кажется, ты сталкивалась со сплетнями и, ну, может быть, с завистью по отношению к тебе. Ну, все мы грешные люди, да, и Заокский — это земля. Это не отдельная планета, где все идеальны. И вот как ты реагировала на вот такие вот моменты? Спросим так, как ты отреагировала и как нужно отреагировать? Вы вообще сталкивалась с людьми? Надеюсь, это совпадёт. Просто, знаете, вот в чём проблема людей, которые едут сюда? Они думают, что Заокский — это рай. И тут все люди с крылышками и с нимфами. И поэтому, когда приезжают, очень много разочаровывается. Не потому что, как бы, здесь так всё ужасно и плохо, просто настрой. Да, конечно, были и моменты, которые, вот, сплетни и зависть. Было такое. Но просто, мне знаете, кажется, надо молиться за этих людей, когда ты знаешь, что вот есть такое. Просто не реагировать, потому что мы все христиане, и каждый имеет право на ошибку. И реагировать, отвечать злом на зло, получается снежный ком, и это никогда не остановится. А обижалась ли ты когда-нибудь на таких людей? Ну, конечно. Ну, как бы, так искренне, да, я бывала. Но просто, знаете, я такой человек, я очень быстро отхожу. И мне сложно, знаете, иногда ты хочешь так, Катя, всё, соберись. Ты не разговариваешь с этим человеком. И так, хопа, о, я что бы не разговариваю. Ну и вот. Да, обижаться больше 30 секунд — это роскошь, друзья мои. Роскошь? Да, есть ещё одно мнение о Завокском. Некоторые считают, что здесь настолько все любвеобильны. Вот все любят друг друга. Куда ни плюнь, везде любовь. Ну, если плюнешь, конечно, узнаешь, как же любят. Расскажи, правда ли это, и как ты относишься вообще к такому представлению о Завокском? Всё, опять же, зависит от твоего взгляда на жизнь. Если ты будешь идти улыбаться людям, они улыбнутся в ответ тебе. Как бы они не были, какие бы они не были хмурые, и, там, я не знаю, какое бы у них не было настроение. Ну, вот посмотри, Даня, я тебе сейчас улыбаюсь. Так, я что же улыбаюсь, понимаешь? Кстати, вот ещё интересный момент. Вы знаете, что в Завокском есть необычайнейшая традиция? Они даже первокурсникам объявляют на студенческих собраниях. Когда ты идёшь по улице и встречаешь абсолютно любого человека, даже незнакомого, ты здороваешься с ним. Вот просто здороваешься. Дальше ты через час проходишь и видишь этого же человека. «Почему не поздороваться ещё раз?» Ведь это приятно. Здороваемся! Это такая интересная традиция, я к ней очень быстро привыкла. И когда я пошла в посёлок, в магазин, выходит мужчина. Я с ним поздоровалась, он на меня как-то очень странно посмотрел. Я тогда понимаю, в посёлке же нет этой традиции. Я не знаю, как это со стороны даже выглядит. Зато ты представляешь себе, человек приезжает в Завокский, и тут все так приветливо к нему. И знаешь, это ладно посёлок, а когда ты выезжаешь в Москву, и долгое время находился в Завокском, так, здороваешься, а потом, о, ладно, это Москва. Ну вот ты уже говорила, что первый год, ты поступила на интенсивный английский сюда уже второй год. Вот, и ты, получается, каждый день видишь одни и те же лица. Вот не надоедают ли они тебе? Ты знаешь, вот когда вы сказали, что тема семья, я и подумала об этих лицах, которые я вижу каждый день. Что такое Завокский? Я скучаю, когда уезжаю не по стенам, которые здесь, а именно... Хотя стены тоже ничего. Стены очень красивые здесь. Стены очень красивые. Не будем вдаваться в подробности. Факт в том, что мы скучаем именно по тем лицам, которые мы видим. И Завокский — это люди. Это душа. Вот именно эти люди, с которыми мы общаемся, и есть в Завокский. И нельзя устать от них. Мы же не устаём от наших пап, мам, братьев, сестёр. Ну, бывает иногда. Ну, а когда приходят новые люди в Завокске, ты тоже так же с ними дружелюбно относишься? Ты знаешь, вот я сейчас хожу на проект «Подзарядка». И там очень классная идея, мне она понравилась. Те люди, которые только приезжают, как бы для них это новая среда. И они вот как-то немножко так чувствуются скованно. И мы решили так, чтобы помочь им, как бы тоже принимать их как своих, улыбаться, звать их на обеды, что мы делаем, допустим, завтра с нашей подзарядкой. Вот, к сожалению, в мире так часто бывает, что весело, здорово, но есть сложившаяся компания, и в неё очень тяжело проникнуть. Друзья, если у вас такой сияйти по Завокскому — нет. Да, здесь тоже есть свои компании. Но здесь люди понимают. Легко проникнуть. Здесь компания в компании проникает, и друг с другом дружат они. Итак, Завокск, это семья. В детстве все играли в «Дочки-матери». Вот какие роли обычно вам доставались? Я была мамой. Мамой? Хорошо. Часто. Екатерина? Я была учителем. Учителем? Учителем, да. Я был таким героем-страдальцем, который постоянно умирал, и все его жалели. И в новостях, как и показывают, там, самолёт разбился, и там было то-то-то. Это его позиция жизни, наверное. Нет, спасибо. Но у них всё будет хорошо. Итак, вот у нас Завокская семья. Если представить, что это семья буквальная, можешь ли ты кого-то воздвигнуть в роли мамы, папы, братьев, сестёр, детей, может быть, бабушки? Ну, наверное, есть. Ну, вот, допустим, наши повара. У меня с ними очень хорошее отношение. Вот это мамочки мои. Ну, вот, ректор, наверное, это... Папа. Папа. Или на любовных. Мощь, мощь. Вот. Ну, а дети, это, наверное, первокурсники, которые приезжают, ты с ними так общаешься, вливаешься. А если ты сам первокурсник? Ну, я тоже первокурсник. Школьники, тогда школьники. Ну, школьники, да, кстати. У нас очень разнообразная сфера. А когда ты уезжала на каникулы домой, хоть немножечко думала о Завовском? Скучала ли ты по нему? Света, что за вопросы? Ну, конечно, скучала. Ответ был предсказуем. Хорошо, друзья, у нас есть новая рубрика. У нас есть новый вопрос, который мы сдаём каждому гостю в количестве нашей передачи. Раньше мы спрашивали пожелания, а теперь мы к ним добавили ещё один вопрос. Он красным шрифтом у меня здесь выделен. Итак, друг мой, представь себе, что тебе дана возможность просить у Бога об исполнении одного желания. Какое бы это было желание? И можно даже в связи с Завовской семьёй как-то, я не знаю, что бы ты попросила у Бога? Пожелания тоже скажешь, но потом. Сначала бы ответить на этот вопрос. Так. Вот точная ставка. Ты и Бог. И он спрашивает. Ну, Катя, давай, подарок на день рождения. Именно одно желание. Вот что в первую очередь лезет тебе в голову? Ну, наверное, это будет банально. Ну, главное, что под сердце. Вот Заокский — это такой участок рая на земле. И вот хотелось бы, чтобы вот этот рай, он был везде. То есть где все улыбаются, любят, служат, вдохновляют. Отлично. Большое тебе спасибо. Ну, а теперь ещё одна традиция есть. В контексте нашей темы пожелать что-то необычное нашим радиослушателям. По-моему, ответ напрашивается. Служите, любите, вдохновляйте и приезжайте в зал. Она прочитала мои мысли, друзья. Я очень счастлив, что сегодня был такой гость. Большое тебе спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. За невероятный заряд позитива и энергии. Всего тебе доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, 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 DimaTorzok До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok